Знаете, какие два вопроса задают альтезаводу? Первый вопрос это, что реально валит? Второй вопрос это, сколько лошадей? Держусь. Я держусь, да. Ужас, ужас. Ребятки, всем привет. Сегодня на обзоре у нас автомобиль. Я называю его парадоксальным, потому что он создан для целевой аудитории, которой от 20 до 25 лет и в априори, которые не имеют денег на эту машину. Ну, как-то так. Это уже не та альтеза, которая прибыла в Омск в серебристом кузове, с коробкой автомат, с обычным альтезовским движком. Здесь стоит двигатель 1U ZFE. КОНЕЦ Знаешь, почему мой акцент так работает? Так гудит. Как в V8. Потому что он мощный. Как можно тюнинговать этот двигатель? То есть первый момент – это компрессор. Можно поднять мощность движка до 400 лошадиных сил. Второй – это турбина. Это будет 450 лошадей. И, соответственно, при установке двух турбин мы получаем около 500 лошадиных сил. Но, в принципе, это уже другая история. Ребятки, сейчас мы находимся в боевой альтезе. Слушай, мне реально сейчас становится немного не по себе. Обалдеть. Жуткая смесь адреналина. Да, нормально. Блин. Впечатление смешанное. Во-первых, первое, что страшно мне, то, что я не чувствую машину вообще совершенно. Ну, какая-то боязнь, что ли. Благо, что асфальт сухой. Вот сейчас начинаю немножечко привыкать. Но все равно. Сцепление. Да. Она мне нравится. Теперь она мне начинает нравиться. Хочется включить эту скорость справа. Прямо хватает за рычаг. Ну, второй кружочек уже как-то пободрее. Я уже себя чувствую почти хозяином альтезы. Хотя это обманчиво. Обалдеть. Да ты человек парадокс. Как и твой автомобиль. Да, поем. Вот данная вариация, ну, она реально не гражданская. На ней ездить по городу, допустим, ездить по трассе. Наверное, не совсем удобно. И не совсем... Ну, после нее устаешь. Устаешь от того, что ты можешь надавить тапку. И ты надавливаешь тапку. И... Ну, зимой, допустим, я бы на ней не смог бы, наверное, ездить. К ней нужно привыкать. И нужно вообще понимать, там, не знаю... Чтобы понимание было между педалью газа и той дорогой, по которой ты едешь. Потому что можно влететь, ну, просто запросто. Вот реально запросто. Ты вроде бы... Ну, у тебя есть надежда на то, что ты там можешь вырулить, там, посмотришь там в зеркало. Можешь там кого-то обогнать. На сухом асфальте, да. Сухой асфальт может тебе помочь. Но зимой... Не знаю. Зимой страшно. Мне и сейчас-то было страшно. Может быть, на обычной гражданской альтезе. Ну, по-другому ощущение. Плюс еще, если коробка автомат. Но на механике, которую ты можешь раскрутить. Больше. Больше большего. Ну, есть некий страх. МОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОЛИЮ��������������������������������������������������������������������������� Продолжение следует... Продолжение следует... На этом автомобиле или на другом, чтобы они все исполнялись. С вами был автомобильный проект ФилАвто, я Евгений Филаненко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и пишите в комментариях, какие бы машины вы хотели бы увидеть в моих обзорах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...